Мы рады сегодняшней победе в конкретном матче и рады, конечно, проходу в следующий раунд. Упорная борьба была на футбольном поле, как в первом матче, и не исключение сегодняшний матч. Понятно, цена ошибки очень высока была, и команды в какой-то степени довольно надежно играли в оборонительных действиях, то есть не раскрывались, все-таки, еще раз говорю, получить стратегическое преимущество по ходу игры, забив гол, это, конечно, меняло бы стратегию матча сегодняшнего. А так, конечно, счет 0-0, понятно, что тут цена ошибки возрастала с каждой минутой, но, как мне показалось, все-таки мы лучше физически по итогу и в первом матче, и сегодня в концовке и второго тайма чуть-чуть лучше физически выглядели. То есть наше функциональное состояние, с учетом того, что у нас идет чемпионат, у соперника подготовительный период, и где-то вот это, возможно, и сказалось в том, что мы чуть добавили за счет замен произведенных, ну и где-то вот этот момент, который случился с назначением 11-метровой, это все то давление и то преимущество функциональное, которое у нас было, вылилось в этот эпизод. Конечно, после забитого гола это уже чисто психологический момент, когда команда забивает на последних минутах 1-0, естественно, что у соперника появляется второе дыхание, вырастают крылья, плюс тренер соперника также путем замен уже пошел ва-банк, вышел большой нападающий и, можно сказать, в таком упрощенной манере, длинными передачами команда оказала давление. Было очень опасно у наших ворот, но, слава Богу, что мы все-таки выдержали и довели матч до победы, к чему, конечно, очень рады. Если сравнить две игры, какая была лучшая у Минского динамора? Спасибо большое за поздравление. Если брать именно качество игры и потенциал атакующий, я буду рассматривать с точки зрения атакующего потенциала, то где-то, конечно, мы в первой игре были, может быть, я бы даже сказал, понастойчивее именно в атакующих действиях. Ну, здесь, знаете, важно учитывать тот фактор, что мы играли на выезде при поддержке болельщиков команды соперника. Естественно, что фактор выездного матча тоже никто не отменял. Плюс у нас был довольно непростой перелет сюда, в Ереван, мы добирались. Вот нам важно было правильно восстановиться и, естественно, хорошо подойти к этому матчу. Поэтому в какой-то степени первый матч мы очень хорошо были готовы. И я был очень доволен по всем параметрам, что команда проявила в первом матче, только за исключением реализации моментов. То сегодня, конечно, соперник тоже самое, тоже хорошо, также целостно выглядел. И еще раз говорю, нам в какой-то степени повезло, мяч в штангу попал и в концовки, когда мы уже 1-0 побили. Но, как говорится, победители не судят. И слава богу, что мы в гостевом матче нашли в себе силы держать структуру игры до конца матча и функционально выдержали. И еще раз говорю, за счет замен мы тоже удержали этот рисунок игры и добились победы.